Всем приветики. Привет. Настя сегодня вообще опять не в настроении. Ой, сегодня так было смешно, ребята, на курсах, что я не могу идти. Да потом. Я сегодня чувствую себя намного лучше, как будто вчера ничего со мной не было. Как такое вообще может быть? Да, я тоже. Странно. Я вчера в воду с лимонным пила, может, она как-то это. Нет, я такая, чай, чуть-чуть. Но мы с тобой сегодня оделись нормально по погоде, поэтому, может, еще... Пришли домой, я сейчас сделала нам салат и варю яйца. Яйца, кстати, сколько мы варим, они все никак не свалятся. Печка, потому что плохая, уже не та мощь, которая должна давать, видимо, старая, поэтому... Можно попробовать? Такой салат, не знаю, мне кажется, то, что уже оливковое масло подгуляла. Аня себе сделала. Листья салата такое, я тоже не поняла, но я не пожалела, Настя. Ну, я в детстве обожала, ребята, лето, огород, идешь, помидорки собираешь с мучком и оливкой. Ну, без всяких этот, просто любила лук и помидоры домашние. Что это, это что, пятна или ты сейчас мокрым чем-то? Нет, наверное, пятна, пятна. Пятна? Да. От чего? От воды я умывалась. Я говорю, только шоу, нет, пятна, говорит, от воды. Вернее, я говорю, это пятна, она говорит, да, пятна. Лимон. Ух, шоу. Да, я ей в холодильницу доплю. Что такое? Я не могу понять. Что? А шоу, ты не помыла его? В смысле, не помыла. Ну, шо это такое? Где? Вот, капуста. Да я мыла. Мыла я. А где ты мыла? Ты шо, не умеешь мыть? Настя, умею мыть. Не, ну подожди. Ты шо здесь? Ты шо здесь? Я даже поставила на паузу, потому что Настин и возмущение, они просто за пределами нормы. И продолжает есть. Так, если оно грязное, че ты мылаешь? Ну, реально, как ты мыла, посмотри. Да мыла я. Везде какие-то циаточки, какие-то темные. Циаточки, потому что это капуста в холодильнике уже неделю лежит. Капуста надо нормально вымывать, и надо было салфетку взять или тряпочку какую-то. Уна тебе целую капустыну. Аня, ну, помыла, но надо смотреть. Ну, вот, ребята. Блин, ты реально, это просто меня интересно. На ней какие-то циаточки, шо дальше? Такой легкой салат ты сделала, и не могла просто взять и помыть, такое великое дело. Ты шо мне нравилась? Посмотри, мокрая. Да, ну, я понимаю, ты, наверное, типа мыла. Ты же, наверное, пошла, просто ее сполоснула, и все. Так готов салфетку себе салаты. В чем привод? Не, ну, везде вот циаточки. Ну, так не ешь. А готов салфетку. У нас, короче, мама на днях рассказывала, в Одессе на привозе дети пошли купили продукты. Не знаю, им по 4 года, наверное, кто-то с ними пошел. А, родители пошли с ними, купили на привозе продукты, овощи. И тоже что-то, салаты, но что-то приготовили дома. В этот день же у их температура. Все, ночью они сгорают и умерли. Да, близняшки, это правда. Ну, ты рассказывала, но я до сих пор не... Ну, я просто тогда как-то не вникала. Ну, там не написано, но я думаю, что химикаты сильнейшие по-любому. А ладно, из-за чего? Из-за овощей? Двоем, да. Довели уже потом вот это из... Доказали? Или как там, я не знаю, да. Там вообще шок. Я же поэтому, типа, прошу тебя, чтобы ты вымывала, пожалуйста, встанье. Настя, я мыла. Так, а что ты за блюдо салаты есть? Я не понимаю. Не знаю, я же в лоб получила. Я не буду уже есть. Не ешь, пожалуйста. Ты просто реально... Такой легкой салат, и нельзя вымыть капусту. Есть чисто помидоры, и остались 200 салатов. Что капусту надо вымывать, и ее с тряпочкой или салфеточкой. А я не это мыла. А, ну, тряпочкой, салфеточкой, это уже давай в ресторанчик. Короче. Я мыла, ребята. Просто продукты переводятся, и я не буду это уже есть. Может, вы не ешь? Не ешь? Не буду. Это ж ты по выкидыванию самая первая. Выкидывай. Я буду выкидывать. Выкидывай. Выкидывать буду. А почему? Ну, тогда я готов сама себе салаты. Агрессор. Блин, Аня, ты реально уже достала. Ну, по-другому не сказал. Опять я достала. Ну, конечно, достала. Потому что я тебя нормально попросила. Типа, я все сделала. Я говорю, Ань, ты вымышь, да? Я вымыю. Я, наверное, аж не видела, как ты вымыла. Ты, наверное, одну секунду там ее сполоснула, и все, и нарезала. Короче, ребята, видите, хотела начать влог нормально, как сюда, какой-то идет сполос. Ну, баба, все, короче, я не хочу. Слышишь, Настя, почему я у тебя спросила? Говорю, это пятна? Ты говоришь, да, пятна. Потом ты говоришь, это только что от воды. Ну, пятна, пятна. Я имела в виду пятна, ну, не от воды. Ну, от чего? Я имела в виду от жира или от чего. Но уже пропала. Ну, ты домашний свитер. Там все пишут, вот, хотелось сказать. Ой, а что это у тебя за вещи, не подскажешь, тебе покупала? Так в нормальном смысле. Нормальном смысле? Нет, одна девушка в нормальном смысле про голубой свитер, а вторая подстегнула за костюм. Я ответила в комментариях, что этому костюму тысяча лет. Да. Так и есть. Это даже не. И что мы должна дома ходить? Ну, да. Наверное, тут в брендовых вещах, как Виолетка, там один костюм, которым она снимается, там, не знаю, сколько лет. Ну, не важно. Что ты к ней докопалась? Что и должна доказывать? Да при чем тут? Просто у людей какая-то там фантазия, что человек должен быть там накрашен, спал идеальный. Идеальный, не знаю, там ходить. Реально грязь. Реально грязь. Да, грязь. Вот. Покажи людям. А ну, можешь сфокусить? Ну, короче, да. Я ногти грязные. Я ногти отращиваю, но надо пилочку купить. Короче, реально грязь. Так я вымывала. Я не хочу мыть. Все, пока на это. Спасибо, Настя, за супер начало влога. Да не ешь. Да не ешь. Да не ешь. В общем, мы, ребята, ничего тогда так и не поели. Уснули, уснули на два с половиной часа. Это вообще капец. Спать хотелось очень сильно, но зато сейчас много сил. Поэтому сейчас через часик пойдем на прогулку. Вот. А сейчас мы были в магазине. Купили такое. Непонятно шо. Короче, ничего особенного, но потратили последние деньги, которые уже все. Ну, до пособия уже ничего не осталось. Этот месяц опять какой-то растратный. Я вообще не понимаю. Вроде ничего такого прям мы не покупали. Ну, короче. Были там свои нюансы, конечно. Сейчас покажу, что купили. Так, ребята, Настя очень-очень захотела такой сыр. Я не знаю, что это за сыр. Сыр. Тильситтер иншнайбен. Я не знаю. Она говорит, что он очень крутой. Но я не знаю, что это за сыр. Но я вообще не ем сыры. Говорит, что в каких-то квадратиках такой продается. Ну, в общем, он стоил 3 евро, а без скидки... Сколько он без скидки? 2.50. Короче, 50 центов была скидка. Так, потом мы взяли такие вот нектарины, да, наверное, это или что это такое? Да. Нектарин, да. Мы брали на неделе, по-моему, во вторник. Тоже такие по акции за 99 центов. Они очень вкусные. Конечно, они не все спелые, попадались и зеленые, но и правда. А? Дома они стояли и стали с мягкими сладкими. Ну да, они дома день, по-моему, или полтора постояли и стали какими-то сильно сладкими и сочными. Что, Настя? Ну я записываю, давай, ну как? Ты сегодня меня реально хочешь доконать? Это идея. Потом пишут, что перебиваем друг друга. Так, идем дальше. Уже по пути открыли, короче, такие, не знаю, что-то на правильном питании. На самом деле это тоже очень калорийно и вредно. Ну взяли такие мюсли, такие батончики, не знаю, что это. Попробовали, мне вообще не надо. Ну вот, она опять. Просто либо иди сюда, либо там не это. Типа, ну я же говорю, типа на правильное питание. Вот. Ну на 100 грамм тут 417 калорий. Попробовали. В принципе, нормальные. За евро 11 нормально, это по скидке. Ну что? Горький, это что, точнее, не сладкий там шоколад. Ну да, это горький шоколад. Ну так, на курсе, чисто как перекус, я считаю, что нормально. Итак, что же мы нашли в Альде. Первый раз вообще за все время, которое мы здесь живем, привезли в Альде спаржу. Именно спаржу, они как бы постоянно путаем стручковую фасоль со спаржей. Вот, приготовим ее. Вот, осталось у нас там чуть-чуть соевого соуса, чесночок. Кстати, Настя, ты говорила, ты взяла чеснок. А где он? Есть, да? Есть. Да, вижу уже. Короче, будем пробовать и готовить. Потом покажем, как мы ее будем готовить. Я, кстати, ее такую никогда не готовила. Так. И такую другую пачечку этих батончиков взяли, типа шока-банана. Типа что, с бананом? Со вкусом банана. 150 грамм тоже. Евро 39. А ты почему-то дороже. Видимо, из-за банана. Так. Потом взяли такие рыбные палочки. Это фирма неплохая. Игло по акции 3 евро, да, Настя? Да. Без акции, по-моему, 5 евро стоит. 4,99. Они неплохие, конечно. Вредные, тоже жареные. Ну, что поделать. Так, дальше. Настя, что это ты такое взяла? Что? Ну, что это? Сливки, молоко. А, ну, сливки. Я бы их разобрали. Это, наверное, для продуктов. Ну, для готовки. 99 центов, господи. Сейчас напишу в комментариях. Конечно, это для готовки. Именно это густые. А где? Нормальные сливки, господи. Кофе будет, чтобы... Конечно. Господи, какая ты душная. Будешь сниматься? А ты кофе показала? Блин, а эти персики развалились. Мы же попробовали по персику. Ребята, ну, это, честно, вообще полная жесть. Они просто как яблоко. Я чуть-чуть. Тонцы, валятся. Давай я помогу. Господи, здесь такой сильный. Они просто... Яблоко. Мы тоже. Голые. Я не знаю, почему. Зубы реально болят. Килограмм? Два, пятьдесят, ребята. И без запаха. Лучше мы не брали. Вот. У меня вообще не який. Даже запаха нет. Если никто не вкусный. А я думала, что это абрикос, типа, напичканный. Говорю, Аня, смотри, говорю, химия. Химия продается. Говорю, не может быть абрикос. Я посмотрела, что это персик. Ну, не апричный персик. Честно, вообще, ребята, пока не пришло время. Лучше брать на каком-нибудь рыночке, что-то такое. Но в супермаркетах реально не стоит брать сейчас в такое время. Не напичка, но реально зубы разболелись. Они, ну, просто как яблоко. По-другому не сказать. Так. Чесночок. И, и, и. А, вот же ж. Настя на покупку. Вот, ребята. Кофе двестиграмм из кафе растворимый. Что это такое? И стакан был в подарок, да? Короче, пять евро такая. Ну, она меня сбивает, и все. Ну, я реально сейчас откажусь. Двестиграмм кофе и. И такой вот стакан в подарок. Конечно, у нас это прям супер необходимые покупки, когда. Короче. Оказалось, что треснет этот стакан. Емкие палки. Хочу открыть, показать стакан. Показалось. Интересно, кофе выдержит? Ну, вот обычный да, стакан. Как думаешь? Ну, он для кофе как-то. Да какой он для кофе? В смысле, а для чего? Не с кафе. Понимала, что для кофе есть специальные стаканы. Ну, банка не с кафе обычно. Конечно, это не... На самом деле, кстати, ребята, не с кафе. Чтобы вы знали, вот такое растворимое. Хоть я себе его взяла. Делают с кукурузы. С... 22 евро или 23. И последние деньги ушли на... Сейчас подвинем, что у меня сейчас тут сапога. На вот такой вот бокс табака. Нам часто советовали на эфире, Петер, Волчица, взять именно бокс. Получается 50 евро, ну, округлила я. 220 грамм. А мы всегда берем LM, тоже Блау, 40 грамм за 10.95, то есть за 11 евро. Я не знаю. Я очень надеюсь, что это будет выгодней. Реально вдохновила последний раз Волчица, когда она написала, что им его хватает на целый месяц. Вот. Поэтому я надеюсь, что нам его хватит надолго. Потому что мы реально потратили последние деньги. Ну, из-за того, что мы просто переживали, что до пособия, как раз-таки нам не хватит просто постоянно покупать табак, как мы покупали раньше. Потому что его хватает вообще на очень мало. На сколько там? На день, на полтора. Вообще мало. Не знаю. 40 грамм. И он не всегда нормально скручивается. В общем, такое. А, ну, а, гильзы нам в подарок подарили в киоске. Так они 2 евро стоят. Так подарили. Ну, короче, все. Теперь... Потому что мы постоянно игре. Теперь как-то так. Сейчас я вам пойду покажу, что делает Наста. Короче, она нарезает капусту. Как могу. Не судите. Будет тушить ее. Филе у нас там чуть-чуть осталось. И как-то так будем до пособия тянуть. Будем есть капусту. Капусточка. Яйца еще, да, есть? И все. Больше ничего нет. Ну, да. Ну, там чуть-чуть курица осталась. Она, не знаю, дата, конечно, прошла. Ну, ты что ее сюда добавишь? Ну, думаю, да. Ну, у нас-то вообще ничего, кстати, из еды не купили. Какое число сегодня? 24-е. Ну, еще 6 дней. И не знаю. Короче, будет и голодание на воде. Как-то так, ребята. Ну, что, будем закругляться. Встретимся в новых наших выпусках, наших видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Колокольчик обязательно включайте. Пишите комментарии. Конечно же, мы очень рады лайкам. Вы нас мотивируете снимать видео. Поэтому спасибо вам. Все. Всем пока. Хорошего настроения. Пока. Час. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Продолжение следует...